Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Анатолий Александрович Бассерман. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас хотел сегодня спросить, все мы уже об этом знаем. Павел Дуров, основатель телеграм-канала, был задержан во Франции. Скажите свое личное мнение по этому поводу. Ну, тут просматривается сразу несколько мотивов. Первый, что... Первый освящен еще Пушкиным. Все мое, сказал Злата, все мое, сказал Булат. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Дело в том, что спор о том, что все-таки важнее и влиятельней, деньги или грубая физическая сила идет очень давно. И то и дело, приходится этой самой грубой физической силе доказывать, что против лома нет приема, окромя другого лома. Это первое. Второе. В момент появления интернета появилась очень красивая декларация сетевой свободы, что вот, мол, у нас создается новый мир, который будет абсолютно свободен от всех ограничений. Оказалось, что это не получается. Не получается по простой, но грустной причине. Люди-то одни и те же, что в сети, что в реальности. И при всем различии форматов, суть взаимодействия между людьми остается одной и той же. А потому и подчиняться люди в сети должны в конечном счете тем же законам, что и во всей остальной своей жизни. Но сами эти законы действительно приходится по-разному интерпретировать. Условия их применения все-таки достаточно разные, чтобы нельзя было абсолютно одинаково действовать и в сети, и за ее пределами. И сейчас идет по всему миру очень серьезный, очень активный спор о том, как все-таки следует в сети трактовать законы, выработанные вне ее, и в какой мере опыт выработанный уже в сети применим за ее пределами. И вот, по сути, арест Дурова – это, судя по всему, попытка принудить сеть выполнять не только писанные законы, но и всякие неписанные, но активные обычаи. То есть, например, обеспечивать всяким спецслужбам контроль на основании не законов, а их внутренних понятий, блокировать не только то, что нарушает писанный закон, но и то, что просто не нравится властям, придержащим. Вот. Я в данном случае скорее на стороне Дурова, но мотивы его оппонентов тоже, в общем-то, понимаю. И понимаю, что они руководствуются не только желанием защитить себя, любимых, но и своими представлениями о том, что хорошо и плохо для всех. Поэтому я не вижу простого выхода из сложившегося положения. Я надеюсь только, что дело все-таки дойдет до открытого суда, и на этом открытом суде многие проблемы, пока не оглашенные, будут не только оглашены, но и обсуждены. Субтитры создавал DimaTorzok